Здравствуйте, дорогие зрители! С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Парадигм. И, как вы, наверное, уже поняли, мы сейчас пойдём заниматься всякой фигнёй с бесами и остальными чуваками. Но здесь мы, на самом-то деле, разберёмся с ними. Другое дело, что от магии мы хрен защитимся, поэтому... Самое хреновое, что они ману сосут. Это проблема. Да, ну, не знаю. Опыт давайте возьмём. Сколько у нас тут? 23 уровень. Сколько опыта требуется? 29 тысяч. Нет, опыт больше не будем брать. Так, и, пожалуй, всё-таки здесь тоже убьём этих чуваков. Какой же он красавец. 23 уровень это необычное. Давайте, пожалуй, сюда пойдём. Так. Вообще, эта компания довольно хардкорна. За счёт чего она хардкорна? Это за счёт того, что... Особо тут за счёт некромантии не разовьёшься. Тут, видите, все мёртвые. Вокруг. Ну, разве что за счёт бесов всяких. Можно. Нам надо сюда, да? Ну, хрен с ним. Будем брать, значит, опыт. Мне надоело просто. Вдруг здесь вообще нету этого. Нет, брать скелетов мы не будем. Вдруг здесь нету городов. И что ж нам тогда делать? Тогда нам золото не нужно, если нету городов. Не на что его тратить. Так. С одного удара, разумеется. Всё норм. Ой, вот эти вот опять ману высосут, сволочи. И нам нужно сюда тоже зайти определённо. Жаль, конечно, что разведка у нас не развита. Ну, что поделаешь. Так, дюжинами на тавров. У нас ближний плей развит, так что попробуем их отыметь. Да сколько можно блочить? О, мешочек с золотом, офигеть, не зря я сюда зашёл. Хотя, если у нас нету здесь городов, то какой нафиг мешочек золота? И зачем нам здесь эта магия? Так, вот 7 вампиров это многовато для нас. Так что, делаем церберов. О, смотрите, то есть у него сильно вкачан ближний бой, поэтому... В этом плане у нас преимущество. Вот сюда мы не пойдём, потому что тогда мы... А, нет, мы сможем сюда, тогда пойдём. Тогда ни в чём проблемы, в принципе, нет. Здесь тоже легко, даже без маны можно справиться. Хорошо, когда есть ратное дело на высоком уровне вкачанное. Это уже тот этап, когда наш герой неостановимая машина. Убийство всего и вся. С магией или без. О, тут есть... Блин, тут есть дерево. Но это дерево мне не особо-то и нужно. Вот в чём вопрос. Точнее, в чём ответ. Точнее, я не понял вообще, в чём прикол. Да. А, вон там замок. Хочу замок себе. Определённо хочу его. Всё равно добью. Проклятие, не проклятие, мне вообще плевать. Так, а вон сюда вроде бы идёт этот замок. Да, он... Хрен его, можно его обойти или нет. Угу. Походу, можно здесь его обойти. Ну и замечательно. Так, а тут, короче, драконы. Ну... Фиг с ним. О, мало драконов. Нужно их, значит, одолеть. И он должен обладать доспехами смерти, чтобы получить щит жизни. Ага. Доспехи смерти, ясно. Ясно, понятно. На кого бы яд направить? Ну, нет, ладно, не буду ни на кого направлять. Серберов делаем. Так. Блин, а я аж подлечиться не смогу, если меня сильно помочат. Это плохо, это очень плохо. Так, прикосновения вампира. А, нам... Да. Живых практически нет, поэтому... Это не хорошая идея. Так, блин. Фиг и дойдёшь туда. Да, ну не трожьте моего героя. Да, здесь, походу, мы потеряны. Мы сильно потеряны. Да, замечательно. Хотя, если мы сейчас добьём, но мы не добьём. Так что, нам нужно подготовиться. К захвату этого замка. Мне нужен был посланник, ничего не знавший о моём войске, ибо малович использовал бы все свои силы для допроса моего конца. Поэтому в то утро я зашёл один в ближайшую деревню. Благодаря моей затее свозить всех мертвецов в Никорум и другие склепы-хранилища, разбросанные по стране, селянам нечего было мне предложить. Мне искренне жаль требовать от вас этого, сказал я им. Но мне нужен кто-то из вас. Желательно доброволец. Пусть это будет старик, если желаете, это не имеет значения. Затем я снял с крупа моего коня два тяжёлых мешка и бросил один из них под ноги старосты села. Они наполнены золотом. Это возмещение за жизнь, которую я забираю. Это для деревни. Я поднял второй мешок, чтобы все могли видеть. А это для семьи того, кто вызовется добровольцем. Через пару минут у меня был посланник. Ему было едва за сорок. Но в прошлую зиму он перенёс лёгочную болезнь, сделавшую его слабым. Он больше не мог заботиться о своей семье. В его глазах застыл страх. Но он всё равно выступил вперёд. Из него бы вышел хороший солдат. Я перерезал ему глотку, закинул на спину коню и отъехал немного от деревни, чтобы не пугать жителей обрядом воскрешения нежить. Я сделал его зомби, чтобы он мог говорить. Из... То есть перерезал горло, а потом сделал так, чтобы он мог говорить. Как это так? Вообще-то надо было его убить другим способом. Да, дабы говорить. Он точно смог, а так. Ой. Да. Из безмолвных скелетов скверные послы. Затем я вручил ему моё письмо к Малвичу и отправил в путь. А зомби вообще-то медленные, так что они тоже плохие послы. Так. Нужен ли мне этот чувак? Давайте попробуем так замочить. А вот теперь пора бы уже Церберал получить. Как хорошо, что он сагрился. Вот и всё. Всё-таки дальний бой помогает, очень сильно помогает. Разведка, неужели, разведчик второго класса? Ну, когда уже будет невидимость, типа. То сама по себе разведка не очень-то. Блин, ну... Да, семь вампиров, три дракона, это сильная армия. С Некромантией было бы лучше ей противостоять. Ну, что поделаешь. Могу ли я на мумии что-то направить? Нет, они нежить, так что не могу. Давайте вот это сделаем потом. Вот это сделаем. Так. Так, ну нам нужны на самом-то деле ресурсы и артефакты из этого места, так что Вот почему я всем этим занимаюсь Плюс опыт не помешает Вот колба с ртутью, например Стоп Все стрелки в армии героя не имеют ограничений в стрелковом бою А сам герой, интересно, имеет или не имеет ограничений О, тут мельница, круто Так, плюс два к скорости, ну да, это фигня полнейшая Давайте сюда побежим Нужно тех драконов завалить Все-таки 7, нет, 7 штук не хочу завалить Ой, тут тоже 7 Каких-то чуваков непонятных 7 дьяволов, 7 дьяволов, это вообще плохо Блин, реально, какие-то хардкорные тут дела Ну сейчас нападет же дьявол Попробуем их завалить, но не гарантирую Совсем не гарантирую ничего Сейчас же бабах Телепорт танется и все Какие же дьяволы все-таки тупые Заморозили, ну блин, ну почему Нет, здесь мы не выиграем Что-то хардкорчик Ну туда, значит, не имеет смысла бежать Здесь мы все захватили Ну я даже не знаю Придется, значит, атаковать Это место Попробовать как-то Выиграть Выбора-то особо нету Жаль, конечно, что нормальных артефактов нам не дали Да Стой А, они на меня не нападают Это отлично Это мне нравится Круть, круть Вообще, они у меня ни ману не воруют, ни нападают Везет же мне Фортуну Пригодится Очень сильно-таки пригодится 66 собачек Там 88 С удачей причем Так, ну Давайте теперь апкастами займемся Общая слабость Дальше Общая печаль Кстати, типа Мораль Снижает до минимума Но мораль Она не особо действенная Она типа урон повышает Но я как-то не замечал, чтобы она это делала Печаль Что за печаль? А, ну да Массовая у нас тоже она, по-моему, есть Общая печаль Печалька Давайте теперь вампирам Броню подпортим Последние церберы, скорее всего Ой Да, уже последние Это были церберы Это замечательно Но у нас еще есть Один ослабляющий луч На драконов Естественно Все, теперь можно нападать Смотрим Так Убили Это че ж за фигня Очень они моего героя не любят А че это я так Со штрафом в них стреляю Так Уже лучше Значит, ты убегай Ну, один дракон уже нам ничего не сделает И мы затащили этот трудный бой Тяжелый очень бой Зато замок сразу уже как-нибудь вкачан Видимо, тут нам сказали Что я типа Ну, не сказали А предполагали Что я буду порядок вкачивать Магию порядка Но я этим, естественно, не занимаюсь Я что, лошара? Вопрос у меня единственный Так И Во-первых Вот это вот все Нам не нужно этому герою Даем воровки Хотя воровку тоже могут забрать Но у нас других героев нету Так Здесь берем Естественно, бутылочек Штучек пять сразу Одну сразу выпиваем И Вопрос Что да как А, точно Я хотел узнать У меня тут есть У меня тут нет Так что покупаем Вот это еще Пусть будет Все-таки мы часто В ближнем бою Воюем Так что Все это Очень даже пригодится Теперь сюда бежим Разумеется И вот Девку тоже берем Пусть она тут Пособирает Всякие ништяки Вот, например Вот эти вот Вот тут ядовитые твари И там Избушка На курьих ножках Вообще Нужно было и туда Сбегать Так Ледяные демоны Убьем их Бей их За раз Таких Угу Песики Для отвлечения Все То есть фактически Наш герой Запинывает их Вручную Всех Так Берем опыт Конечно же Практически Всегда надо Брать опыт Так Че-то Свигня Какая-то Если вы только что Что-то слышали Не обращайте Внимания Так Призраки Призраки Это такая штука Которая Опасна Очень даже Да Можно было и не вызывать Конечно Песиков Мало ли Так А тут у нас есть Тут у нас есть Бронька Вроде бы Больше я ничего Особо Полезного Не вижу Вот уже Какой-то Начальный Так скажем Опкаст У нас И есть Так Естественно Ты сваливаешь Мне задача Вот Воров Прокачивать Как Нужно им Опыта Добыть Чтобы Они вкачали Собственно Скрытность Отродище Какое нафиг Отродище Нам нужно Вот это Вот Я надеюсь Я не поменял Одно Нужное На другое Нет Не поменял Все нормально Мой послание Зомби Вернулся Сегодня Ответ Малвича На мое Требование Посоха Мертвого Дерева Был очевиден Сразу Левая рука Зомби Отсечена По самое Плечо Едва ли Это было Простым Совпадением С тем Что моя Живая рука Тоже Левая Это была Угроза Я вернулся Хозяин Сказал Зомби Малвич Вернулся Лишь 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 В том Случай Если Обращу Его против Вас Это Все А Че Он Вообще Дает Спасибо Тебе Но Однорукий Зомби Не Двинулся С места Что Нибудь Еще Да Когда Я ждал Встречи С Малвичем Я Переговорил Кое с кем Из других Нежилых И узнал В чем Сила Посоха Мертвого Дерева Он Способен Убивать Как Жилых Так И Мертвых Я Знал Что Посох Мертвого Дерева Уникальный Артефакт Но Все Не Осознавал Его Истинной Силы Малвич Не Боится Ни Калибара Ни Меня Потому Что Случись Бой Он Сможет Убить Нас Просто Направил Посох Мертвого Дерева Спасибо Еще Рас Сказал Я Если Бы Не Находчивость Этого Однорукого Зомби Я Мог Бы Отправиться На Смерть Что Еще Хуже Уже Во Второй Раз Учитель Посыл Меня На Задание Не Сообщив О Его Опасности В Свое Время Он Не Сказал Мне Что Включение Пятой Башни Требует Жизни Того Кто Прикасается К Камню А Теперь Умолчалась Или Посоха Мертвого Дерева Как Было Твое Имя При Жизни Спросил Я Однорукого Зомби Хадрин Что Хадрин Думаю Ты Спас Мне Жизнь У Нас Свобозе Найдется Оружие И Доспехи Для Тебя Я Хочу Чтобы Ты Снарядился И Вернулся Чтобы Занять Место Моего Нового Телохранителя Еще И Однорукий И Ты Бо Ему Руку Что Ли Пришил Ну Он Жизон Ему Можно Пришить Руку Запросто Так Ну Здесь Мы Разберемся Запросто Лучше Это Как Раз Сейчас Этим И Заняться Чем Потом Этим Заниматься Так Ну Надо Больше Этих Чуваков Так Минус Вампиры Здесь Уже Разберемся Так Вот И Все Парочку Собачек И Все У нас Есть Блин И Только Золото Какого Хрена Я сюда Шел Тогда Если Здесь Только Золото Это Нечестно Я Буду Жаловаться Блин А сюда Я не Пройду В общем Больше Не будем Брать Сундучки Чтобы Нашей Девке Их Дать И Тогда Она Сможет Здесь Везде Бегать Пока Наш Герой Конечно Не прокачался Так Ну Здесь У нас Есть Вампиры Есть Все Что Нам Нужно Кроме Некоторых Вещей Так Ну Достали Зомби Достали Вот Это Я понимаю Сила Даже Даже С Одного Выстрела Завалил Их Так Значит Сюда Пожалуй Тоже Пойдем Нужно Больше Опыта Больше Всего Так Ты Значит Идешь Сюда Берешь Вот Эти Вот Все Вещи Ты Значит Нам Нужно На самом То Деле Храм Проклятых Флигельхауса Нужен Для него Это Замечательно А вообще Еще Нужно Туда Сбегать Забрать Кольцо Силы Может Пригодиться В принципе Нам По-любому Туда Возвращаться Когда Вернусь Тогда И Делаю Все Что Надобно Ну Это Заклинание У нас Есть Вот Сюда Еще Можно Прибежать Ну Блин Что То Оно Надо Обходить Обходить Я Не Хочу Так Что Я Лучше Пойду Вот Сюда Так Там Еще Дьяволы Портал Стерегут Ну Их Я Не Буду Трогать Потому Что Я Не Знаю Куда Там Портал Идет Перед Тем Как Ити В Порталы Нужно Исследовать Все Все Что Вокруг Находится Так Оживление Мертвецов Нет У меня И так Оживление Есть Этих Самых Мертвецов Ну С Четырьмя Драконами Мы Справимся Тут Кстати Вот Дофигище Юнитов Хотя Мало Дьявол Ну Мало Это Может Быть И Два Дьявола И Три Дьявола Скрытность Второй Ступени Это Уже Лучше Здесь Тупик Да Очень Интересно Очень Очень Интересно То есть Мы Здесь Заперты Хорошо Туда Идти Не Имеет Смысла Здесь Опыт Мы Не Получим В общем Все На самом То Деле Не Хорошо А Плохо Четыре Матик Дракона Так Чё-то Они Крепкие Совсем Но я Зато Сам Могу Одного Убить Так Давай В ближнем Бою У тебя Прокачан Ближний Бой Все А то Еще Потеряю Кучу Юнитов И Других Вещей Так Сюда Значит Сюда Сюда И Пожалуй На этом Мы Закончим Серию Всем Спасибо За Просмотр Не Забудьте Поставить Лайк Всем Пока Пока Пока